Сегодня мы с вами разбираем очередной тест, тест номер 4, и он на самом деле вызвал у вас достаточно много затруднений у большинства, хотя я бы не сказала, что этот тест к чем-то прям ужасен. Ну ладно, поехали смотреть. В парграмме АМПК известно, что вот так-то и вот так вот, и синус туда-сюда, найдите меньшую высоту параллограммы. Что сразу видим? У нас есть две стороны, есть угол, это все намекает нам на формулу площади, потому что площадь параллограмма одна из формул, это А на Б и на синус угла между ними, между А и Б. Наверное, вот что-то они нам туда хотят втюхать, хотя не факт, давайте посмотрим. Вот он параллелограмм, крайне симпатичный, и у нас в нем теоретически возможны две высоты. Мы можем вот так провести высоту, а можем как-то вот так провести высоту. Нифига, я тут не перпендикулярно я провела, но представьте, пожалуйста, что она перпендикулярна. АМПК, это будет H, это будет, и что у нас там, Е, например, МИЯ. Так, и найдите меньшую высоту, синус далее. Далее, предположим, что у нас, синус 0,8. Синус 0,8, это значит, что он у нас синус, а непонятно, острого такого угла, барабану, вот синус вот у этого угла, пусть будет. А, там и написано, что вообще синус угла А, 0,8. Шикарно. Что нам он дает? У нас есть еще МП15 и есть ППК20. Ну, у меня парометры размерности немножко не те, но я думаю почему-то, что здесь это будет возможно, непринципиально, хотя вдруг это где-то мне что-то аукнется. Давайте поменяем немножечко, сделаем вот так, АМПК, тогда угол А по-прежнему там же, а вот теперь у меня ПК20 это здесь, а МП15 это здесь. И тогда большая высота проведена всегда к меньшей стороне, меньшая высота проведена к большей стороне. То есть здесь вот, говоря про высоту, они нам пробуют намекать на формулу площади параллелограммы, которая А на H. И все бы хорошо, если бы они нам дали хотя бы одну из высот. То есть если бы нам дали одну из высот, мы бы сказали, с одной стороны площадь это произведение вот этих двоих, с другой стороны площадь это произведение уже вот этих двоих, и мы бы их приравняли. То есть у нас было бы что-нибудь типа А на H равно B на H2. И если бы мы знали трех из этих ребят, мы бы нашли спокойненько с вами H2. Чаще всего эти задачи выглядят именно так. Здесь они решили схитрить, немножечко нам усложнить жизнь вот этим синусом и отсутствием одной из высот хотя бы там. Ну и черт с ними. Ничего страшного, мы с вами справимся с этим изобразием. Что они нам хотят здесь предложить? Раз нам дали синус, значит, с одной стороны нам надо поработать вот с этой формулой, а с другой стороны уже поработать вот с этой. То есть мы с вами найдем площадь изначально по вот этой вот формулке, а потом подставим значение площадь вот в эту формулу. А у нас тоже будет H, мы тогда с вами найдем. Итого, по вот этой формуле находим с вами площадь. У нас есть обе стороны, у нас есть синус угла А, и он равен синусу вот этого угла тоже, вот так как углы равны. И получается, что мы умножаем А на Б 20 на 15 и на синус угла между ними на 0,8. Получается, мне проще 20 умножить, наверное, на 0,8. Дважды 8, 20 на 8, 160. И один знак был после запятой, значит, на 1 сдвигаю 16. И 16 мне нужно умножить на 15. И это будет... О, Господи, а сколько это будет? 15 на 15, это у нас 225. 16 на 15, значит, еще надо 15 накинуть. Получается 230, 240, если я не наврала. Вот. Это площадь нашего параллограмма всего полностью. И это же значение мы можем с вами подставить вот сюда. Правильно? Тогда по уже вот этой формуле у нас получится площадь 240 равна какая-то сторона на какую-то высоту. А вот тут нам надо уже подумать, какая сторона и какая высота. Мы хотим меньшую высоту. Меньшая – это К, А, Ж, которая проведена к большей стороне. Значит, сторону мы сюда подставляем большую, двадцаточку. Ну и высоту можно написать К, А, Ж, можно написать просто А, Ж. В общем, К, А, Ж мы тут ищем. И у нас получается, что К, А, Ж будет равно 240 делить на 20. Тыц, тыц, 12. Все. Это ответ. Следующая задачка. Задачка у нас на конус. Он является у нас теперь сосудом. Как бы перевернутая рюмочка такая. Уровень жидкости достигает 1, 2 высоты. То есть в переводе на русский у нас вот внутри конуса, где-то там внутри есть, такая вот высота. Можно ее нарисовать пунктиром, потому что мы ее не видим. И высота жидкости достигает как раз-таки половины этой высоты. То есть вот эти вот два куска у нас равны у высоты. Объем жидкости равен 60 миллилитров. То есть объем вот того, что снизу нолито, да, это 60 миллилитров. Сколько миллилитров жидкости нужно дали, чтобы полностью наполнить сосуды? Отлично. Очевидно ли вам, дорогие мои, что у нас здесь две подобные фигуры? У нас есть здесь вот этот мини-конус и макси-конус. Мини-конус, макси-конус. Эти два товарища, они подобны, потому что один является уменьшенной версией другого. Поэтому мы можем здесь работать с вами через коэффициент подобия. Как посчитать коэффициент подобия? Сам коэффициент считается как отношение сторон. Сторон или высот каких-то линейных величин. Сторона там большая, большой фигуры, разделить на сторону меньшей фигуры. Сторона меньшей фигуры. В нашем случае у нас сторона большей фигуры, возьмем за сторону большей фигуры высоту. Конкретный ее размер мы не знаем. Давайте возьмем ее за, например, х. Не знаю, сколько она будет. А высота меньшей фигуры у нас вот эта. Это получается у нас 1 вторая х. Логично? Логично. Тогда вместо стороны большой мы ставим х, вместо стороны меньшей 1 вторую х. И у нас получается сверху как бы х с нижним х сокращается. Остается 1 делить на 1 вторую. Это будет 2. Зачем я это показала, если так было видно, что большая высота в 2 раза больше, чем маленькая? А потому что бывают ситуации, когда у вас может быть, например, конус большой вот так, а меньший вот так. И, например, мы скажем, что у нас вот эта штучка, она составляет вот эта, вернее, высота меньшей фигуры составляет, например, нам скажут, достигает 2 пятых высоты. А вот теперь у меня к вам вопрос. Слабо посчитать здесь, во сколько раз большая высота больше, чем маленькая? Вот я не уверена, что все прям с лету скажут во сколько раз, поэтому я и предлагаю большое как бы делить на маленькое. Если у нас вот в этой ситуации, да, большая высота, маленькая высота составляет 2 пятые большой, вот это вот, составляет 2 пятые всей высоты, то тогда мы можем опять-таки большую высоту взять за х и сказать, значит, маленькая составляет 2 пятых х и поделить опять одно на другое, и мы увидим во сколько раз, что там больше. Вот, это вам такой лайфхак на будущие задачки. Не всегда такой коэффициент прям красивый у нас, естественно, будет. Это прям подарок судьбы. Объем жидкости 60 мл. Классно, значит, речь пойдет у нас про объемы. Раз речь идет про объемы, объем большей фигуры относится к объему меньшей фигуры как коэффициент в кубе. Напоминаю, что для площадей работает то же самое, но коэффициент там будет в квадрате. Это не здесь, но чисто для галочки напоминаю. Итого, объем большой фигуры нам неизвестен, мы его хотим. Объем маленькой фигуры нам известен 60, и это равно коэффициенту в кубе, то есть 8. Крестиком тыдыщ-тыдыщ получается объем больше 6,8,48, 480 мл. А нас просят найти количество мл жидкости, которую нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд. Полностью наполнить это вот эта вот зона, то есть все вместе у нас получилось 480. То есть вот эта вот пищулечка 60, тогда вопрос, сколько надо долить, чтобы было полненько. Надеюсь, очевидно, что это будет 480 минус 60, то есть 420. Это ответ. На тестирование пришло 90 учеников, в том числе Ваня и Сережа. Ученикам предложили разместиться в двух аудиториях, разделив их случайным образом на две равные группы. Найдите вероятность того, что Ваня и Сережа окажутся в одной аудитории. Ответ округлите. Когда у нас с вами такие задачи и просят кого-то куда-то посадить, то первым делом первого человека мы сажаем куда-нибудь, потому что куда-то он сядет 100%. Вот если у нас здесь есть две группы, первая и вторая, на две группы делят, значит, по 45 человек сюда и 45 человек сюда, как-то вот они сядут, то мы берем и сажаем Ваню в одну из них рандомно, потому что куда-нибудь он сядет точно. Вот у меня Ваня сел в первую группу и Ван. Тогда наша задача найти вероятность того, что Сережа сейчас вот подойдет к этим двум аудиториям, вот он как бы подошел, и у него выбор, пойти туда или пойти туда и занять какое-то место. И аккуратно, вероятность не будет 50%, там 0,5, да? Нет. Почему? Потому что у нас здесь есть оставшиеся вакантные места, и здесь есть оставшиеся вакантные места. И Сережа должен выбрать одно из вот этих мест для того, чтобы они с вами оказались в одной группе. В первой аудитории у нас осталось 44 места, во второй 45, итого 89 мест. 89 мест всего у нас вакантных, именно вакантных мест осталось 89, а тех мест, которые нас интересуют, их осталось 44. То есть 44 места из 89 нас интересуют. Оба зимой, и как же нам это посчитать? Оно хоть как-то интересно сократится? На 11 не поделится, 89 на 4, на 2 тоже. Ох, незадача, придется считать в столбик. Как я это люблю. Ну ладно. На экзамене тоже такое вполне себе может быть. Давайте считать. Так, что мы делаем с вами аккуратненько? 44 не делится, значит, 0 целых, логично. Потом нолик сюда дорисовываем, 440. То есть мы 440 делим почти на 90. У нас получается, ну, до 45 не дотянемся, значит, 36 как бы нужно, то есть 4. 4х9, 36, 4х8, 4х8, сколько будет? 32, 32 плюс 3, 32 плюс 3, 35, что у меня сегодня смыть с арифметикой. 0 минус 6, 4, 44 минус 35, уже 43 минус 35, получается 8. 8, 84, еще один нолик, 840, это уже на 90, это у нас уже 9, наверное. 9 и 9, 81, 9 и 8, 72, 72 плюс 8, 80, красота, 39. Аккуратно, нас просили округлять до сотых, значит, считать обязательно нужно до тысячных. А вдруг надо будет округлять в большую сторону. 390, 390 на 90, это у нас что-то около 4. Все, тогда округляем в меньшую. Итогу окончательный ответ 0,49. Следующая задачка. Анютка подбрасывала и гордила. Известно, что в сумме выпало 9 очков. Спрашивают, какая вероятность события? Хотя бы один раз выпало 3 очка. Что мы с вами здесь видим? Что тут у нас так называемая условная вероятность в сумме выпало 9 очков. Это ограничивает нам общую выборку ситуаций. То есть, например, если у нас просто кидали 3 кости, то вероятность, не вероятность, а количество всего комбинаций будет 6 в 3. Но у нас не кидали сейчас любую, не выпадала сейчас любая из этих 6 в 3 комбинаций. А она урезанная будет, так как выпало 9 очков строго. То есть, например, комбинация 1-1-1 нас не интересует. Ее точно не было. Поэтому 6 в 3 нас не спасет. Нам нужно понять, что в сумме выпало 9 очков, сколько вариантов выкинуть девятку. Причем, ребят, здесь я предупреждаю, что, например, через дерево, вот так вот, да, ну, это будет прям конкретный головняк, что, ну, 1-1-1 не подошло. 1-2, что там, 6 подошло. 1-3, что-то, вот так мы будем махаться довольно долго. Поэтому так мы делать с вами не будем. А как будем? Мы найдем вообще все возможные комбинации получения девятки. Покажу, как это сделать. Скажем так, оккультуренный перебор. Предположим, что на первом броске мы выпадаем единичку, выкидываем единичку. На втором минимальное число – это единичка. Но на третьем нам не хватает до девятки. Если даже шестерку мы поставим, ну, как бы, па-да-пам, не хватает. Значит, 1, хотя бы 2 нужно, 6. 1, 3, 5. Тут, видимо, второй столбик, он растет, третий столбик убывает. И продолжаем также развлекаться. 1, 4, 4, 1, 5, 3. Опа, видите, зациклилось. Вот это уже было вот здесь. Нам не нужны такие дубли, мы их сразу отбрасываем. Если мы сюда поставим шестерку, тут получится двойка. Она нам тоже не нужна, это будет дубль. То есть с единичкой на первом месте у нас только три неповторяющихся варианта. Теперь с двоечкой на первом месте. Если мы поставим 2, 1, мы 2, 1 уже рассматривали вот здесь, повторяется. Значит, не берем 2, 1. 2, 2 у нас в первом столбике не было, значит, 2, 2 канает. 2, 2 потом нужно какое-то число? 5. 2, 3 не было. Не было в первом столбике 2, 3. Значит, берем, тут надо будет 4, правильно? Правильно. 2, 4 было? Было вот в этой строке, 2 с четверкой уже у нас встречались. То есть на следующем месте у нас будет тройка. Это повтор не интересует, то есть двойкой. У нас только две ситуации, потому что дальше пойдут повторы. Почему? Вот смотрите, 2, 5, да, тут будет 2. Оно уже вот было. Сорян, мимо. Значит, переходим к тройке. 3, 1 было в первом столбике. 3, 2 было во втором столбике. Вот здесь было 3, 2. Вот здесь было 3, 1. 3, 3 было, не было. И следующим номером нам нужно еще 3. Вот, по-моему, все. Если я не вру. 3, 4 было. 3, 5 было. 3, 6. 3, 6 это уже 9 много. С четверкой 4, 1 было. 4, 2 было. Ну, в общем, дальше они все будут повторяться. Вот он, оккультуренный перебор. То есть, 9 у нас могла выпасть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестью вариантами раз. Девятка. Но в чем проблема? В том, что я сейчас нагло соврала. Девятка-то могла выпасть как бы этими комбинациями. Но вот, например, вот эта комбинация и комбинация 6, 2, 1 – это не одно и то же. Значит, нам нужно посчитать, сколько всего возможных разных по порядку, различных по порядку, но одинаковым по цифрам будет комбинацией. Вот эта комбинация, она может встречаться сколькими способами? Для умненьких сразу, кто помнит, молодцы, 3 факториал раз. Кто не помнит, почему 3 факториал? Потому что на первое место мы можем поставить три разные цифры 1, 2 или 6. На второе место мы можем поставить две разные цифры, уже оставшиеся, после того, как мы одну забрали сюда. Например, 2 или 6. И на третье место мы можем поставить уже оставшуюся только одну цифру. То есть у нас получается 3, 2, 1. И количество их мы перемножаем. Получается как раз-таки 3 факториал раз. 3 факториал вру комбинаций. У нас выходит все. Давайте топку. Вот. Значит, первая встречается 3 факториал раз. Вот эта тоже 3 факториал раз. 1, 4, 4 уже, сорян, тут будет поинтереснее. Вот эта тоже 3 факториал, потому что они все имеют три разных числа. Три разных числа внутри себя. Вот этот товарищ, 1, 4, 4. Сколько вариантов у нас есть получить его? Почему это не 3 факториал? А потому что 4 и 4 – это одно и то же. Когда у нас есть повторка, мы сначала берем 3 факториал раз. Это просто переставить эти числа. А потом мы делим на факториал количество повторок. То есть у нас здесь 4, 4, 2, 2 повторки. Значит, факториал повторок на него мы делим. Получается 3 факториала – это 3, 2, 1. 2 факториала – это 2, 1. Вот эти ребята уходят. Остается троечка. Уже без факториала. Вот этот товарищ поддается той же логике. Тоже троечка. Кстати, можно было просто попереставлять 2, 2, 5. Увидеть, что это три разных варианта там будет. И вот у этого товарища, у последнего, у него только один раз, одна комбинация, один способ появиться, скажем так. Итого, всего вариантов получить девятку у нас стало несколько больше. Смотрите, вот здесь 3 факториал – это 6, 3 на 2 на 1. Значит, 6 у нас здесь раз, два, три раза встречается. 6 умножить на 3 – это вот количество розовых ситуаций. Плюс голубенькие, там, три раза встречающиеся, это 3 на 2, их две штучки. И плюс еще одна комбинация. Вот эта вот, у нее нет повторов, значит, плюс просто один. Она одна такая. 18 плюс 6 – это 24, 24, 25. Получаем здесь. Всего вариантов получить девятку – 25. Из них, которые интересуют нас для вот этого вот, для вот этой вероятности, один раз троечка, берем вот это, вот это и вот это. Замечательно. Сколько раз они могли встретиться, вот эти ребята у нас сколько раз встречались. Вот этот товарищ. Опять-таки, 3 факториал, но он уже не повторялся. А, нет, повторялся, еще вот этот товарищ тоже, их двое, вот этот с розовенькими стрелочками, идут к нам в эту вероятность. Двое. 3 факториал, шестерка. Мы умножаем на 2, так как у нас две такие комбинации. Ну, либо просто 6 плюс 6. Две эти комбинации считаем вместе. Количество способов появиться. И плюс еще один, вот эта вот, которая нам тоже сюда нужна. Итогу, 12 плюс 1, 13. 13 мы делим на 25. То есть, вероятность получения тройки на просто количество вариантов получения тройки на количество всего вариантов получить девятку. И домножаем это все на 4. 13 на 4, 52, 52, 0,52 идет в ответ. Фух, долгая задачка. Следующее задание. Следующее задание прям очень простое. Логарифмы у нас с вами здесь. Единственное у нас здесь с вами ловят вот на эту двоечку, что многие, вероятно, сделают просто снятие логарифма, вот в лобешник, да, и 2 здесь умножат на 20. Подободобам это будет ошибка. Мы имеем право снимать логарифмы только тогда, когда у нас логарифм какой-то там от чего-то равен логарифму какому-то там от чего-то. То есть, когда у нас вот тут основания одинаковые, слева один логарифм и аргумент, справа один логарифм и аргумент, вот эта двойка не вписывается. Вот здесь я никакую цифру не писала. Только когда у нас вот такая ситуация, как вот здесь, только тогда отбрасываем логарифмы. Никак иначе. Значит, для того, чтобы у нас получилось вот именно вот так, нам нужно от этой двойки, которая у нас вот здесь вот подпортила картину, нам надо от нее избавиться. Куда ее деть? В степень аргумента засунуть. Получится 2 в 20, ой, 2 в 20, говорю 20 во второй, 400. Все, имеем право отбрасывать логарифмы, если там уже не стоит ничего лишнего. И будет она выглядеть вот так. Итого, переносим шестерочку. 394 х равен минус 394. Это ответ. В следующем номере нас просят найти значение выражения. Вот оно привычно для вас. Вот так выглядит. И прежде чем мы начнем решать этот номер, вопрос провокационный. Корень из минус 5 в квадрате. Сколько это будет? Кто-то скажет, ага, минус 5. Нет. Корень и квадрат хотя взаимоуничтожаются, но правильно сказать, во-первых, что сначала мы возводим в квадрат, то есть получаем 25, а потом уже извлекаем корень, получаем 5. Либо еще правильнее сказать, что при уходе корня с квадратом получается модуль. То есть мы считаем модуль минус 5, а это будет 5. Я надеюсь, всем это очевидно. То есть нас ловят на незнание вот этого свойства, что нужен будет модуль. То есть, когда мы с вами отбрасываем вот здесь корни и квадраты, мы должны нарисовать сюда модульюшки. Модульюшки, модульюшки, модульюшки. И сейчас я покажу, как это как бы математически красиво решить, а потом покажу с хитрожокным способом, поэтому не переключайтесь. Итак, модульюшки мы с вами нарисовали, потом мы смотрим. Если мы подставим какое-то число из этого промежутка, вот сюда вместо х, там, например, 0, то у нас модуль откроется с плюсом, потому что 0 плюс 4, число положительное. То есть будет плюс. Вот этот модуль под модульное выражение, оно там положительное. А если мы подставим тот же самый 0 в второй модуль, то у нас получится, извините, число отрицательное 0 минус 6 минус 6. Отрицательное. Поэтому первый модуль мы открываем со знаком плюс, то есть просто открываем, переписываем, как оно было. Второй модуль мы открываем со знаком минус. Что это значит? Мы перед ним меняем знак на противоположный. Вот здесь. Почему? А потому что, представьте, вот у вас число минус 6. Как из него сделать положительное? Ну, надо взять скобки и поставить перед ним еще один минус. То же самое делает знак модуля. Он ставит перед отрицательным числом еще один минус. Поэтому вот сюда мы как бы подставляем минус, минус и записываем под модульное выражение. Итого х плюс 4 минус х плюс 6. Иксы ушли, получили мы 10. Это алгебраически верное решение. Вот прям красиво по красоте. Теперь хитрожопое решение, которое можно вполне использовать в первой части. Как я уже сказала, мы могли с вами подставить ноль. На самом деле мы его могли прям взять и прям подставить в пример и забить полностью на х таким образом. Когда мы можем идти таким способом? Когда нам в комментарии, вот в этом при, дан х больше, меньше, больше или равно, меньше или равно чего-то там. Это значит, что мы сам х подставить, прям подставить выражение не можем. Ну, мы не знаем его точного значения. Нам не написали х равно 10. Не можем мы это подставить. Значит, х должен уйти. Тогда получается, что если он уходит, значит, нам по барабану какое значение вместо него подставить. Ну, крутяк. Подставляем то, которое нам Бог послал, которое удобно. Я люблю ноль подставлять. Берем ноль плюс четыре в квадрате плюс корень из ноль минус шесть в квадрате. Получается, в первом этом самом модуле у нас четыре в квадрате шестнадцать, шестнадцать под корнем четыре. Плюс здесь что будет? Минус шесть в квадрате тридцать шесть, тридцать шесть под корнем шесть. Итого получаем десять. Тот же самый ответ. Повторюсь, так хитрожопить можно, только когда у нас х неконкретное число лежит на каком-то озвученном промежутке. Следующий номер прям вообще классический. Просят производную. А производная у нас равна тангенсу. А тангенс это в прямоугольном треугольнике между горизонтальным катетом и наклонной. Считаем тангенс вот этого угла. Против лежащий катет два, при лежащий четыре. Итого одна вторая, ноль пять. И еще минус не забыли, потому что палка убывала. Итого окончательный ответ минус ноль пять. Следующее задание. Прям простое, но в нем очень часто ошибаются. Я надеюсь, вы его уже сами прочитали, как-то попытались вдуматься. А я уже сакцентирую внимание на самом интересном. Что у нас все показатели оцениваются от минус двух до двух. Что все четыре показателя в какое-то издание получила одинаковые. и рейтинг должен совпадать в итоге с этой оценкой, с какой-то там оценкой. Что есть рейтинг? Рейтинг у нас получил, по-моему, вот это, да? Независимое агентство, вести рейтинг на основе оценок. Да, вот рейтинг – это вот это. И вот этот рейтинг должен совпадать с какой-то оценкой. С какой оценкой? Вот с вот этими вот числами, которые нам там выставляют. И ашечка нам неизвестна, правильно? Вот это вот у нас под вопросом. Замечательно. То есть получается, что рейтинг и оценки, оценки вот эти вот, должны быть одинаковыми. Но мы не в курсе, какими. Ну, наверное, это и не важно. Раз они одинаковые, давайте заменим их всех на х. Получается вот такая картинка. В числителе получаем, сколько там, 6, 9, 10, 10х делить на а. И мы всю строчку можем с вами поделить на х. Получится 1 равно 10, без х уже деленное на а. И а тогда получается 1 десятая. Согласны? То есть окончательным ответом будет 0,1. В этих задачах я прошу вас, внимательно читайте, что от вас хотят. Следующая задачка у нас с вами на СВТ. И плыть у нас будет моторная лодка по течению против течения. По течению против течения. И побудет она там где-то 1 час 40 минут, отправилась назад, вернулась. Скорость течения реки 3 км в час. Ответ дайте в КМЧ. Так, а, и расположена в 60 км. Короче, по течению она пропала 60, против течения 60. Скорость течения реки 3 км в час, значит, скорость лодки по течению, это ее скорость плюс скорость течения, против то же самое, но с минусом. И когда мы с вами заполнили два столбика, третий выражаем через первые два. То есть 60 на х плюс 3, 60 на х минус 3. И всего она в пути у нас была сколько? С 10 до 20 это у нас 10 часов, но 10 часов за вычетом стоянки. Вот эту стоянку мы должны вычесть. То есть от 10 часов отнять 1 час 40 минут. Это получится 8 часов 20 минут. И нам надо для уравнения перевести это полностью в часы 8, просто 8 и 20 шестидесятых часа. То есть 1 третье, 8 целых 1 третье. Делаю это неправильной дробью. Трижды 8, 24, 25 третьих часа. И вот это вот мне вот сюда надо, 25 третьих. Запинделячиваем это все безобразие в уравнение. И решаем, в общем-то, это уравнение с вами. Первым делом я поделю все это удовольствие на 5, наверное, хотя цифры сильно лучше не станут. Ну ладно, давайте пока не будем. На х минус 3 на х плюс 3. Минус 3 на 60 и плюс 3 на 60, они сократятся. Значит, останутся только х и 60 на х плюс 60 на х. Здесь у нас х квадрат минус 9, 25 на 3. Тут у нас 120х. Вот, теперь поинтереснее могу поделить на 5, но опять-таки не очень хочу. Что 120 разделить на 5? Сколько это будет? 120 разделить на 5. 24. Ну, в принципе, норм, чего нет. Давайте поделим на 5 все-таки. 24х 5 на 3. Все. И теперь крестиком. 24 на 3 х равно 5х квадрат минус 45. Все на одну сторону. Так, давайте правильно сразу запишу в правильном порядке, что я подтупила в этом месте. Тек. И теперь сюдысь. Дискриминант. Жалко, что все не делится на 5. Ну, главное. b квадрат. Значит, у нас 24 умноженное на 3 в квадрате минус, то есть плюс уже 4ac, 4 на 5 и на 45, правильно? То есть это 24 в квадрате. Это что у нас? Что-то хорошее есть? Есть. Это 6 на 4. Троечка. Они все с квадратами. 4 на 5 на 45. Это у нас 5 на 9. Как вы поняли, мне лениво считать. Что я делаю? Я вижу, вот здесь вот этих ребят можно вынести. Девятку выношу. Кого еще можно вынести? Отсюда можно одну четверку забрать. Отсюда можно одну четверку забрать. То есть за скобки у меня пойдет 4. Тогда получается, что у меня остается? Ну ладно, давайте остальное оставим. 6 в квадрате на 4 плюс 5 и 5, 25. Итого. 9 на 4. 6 в квадрате 36. 36 на 4. Это 120 плюс 24. 144. 144 плюс 25. 9 на 4. 169. Итого. Это 3 на 2 на 13 в квадрате. То есть 3х2, 6. 6 на 13. 60 плюс... Правильно. 60 плюс 36. 18. 78. В квадрате. Если бы мы вот это сразу в лобешник считали, потом подбирали бы, какое число было возведено в квадрат. Ну, такой головничок немножко. Тогда иксики, наконец-таки, нас интересуют положительные. Минус b. Не считала я, ладно. Плюс корень из дискриминанта. Вообще можно тут, конечно... Ну, нет. Долго, ладно. Плюс корень из дискриминанта, деленный на 2а, на 10. 3 на 24 придется мне посчитать. 60 плюс 12. 72. 78 на 10. 150 на 10. 15. Усё. Проверяем, что от нас хотели. Скорость лодки от нас хотели. Значит, радостные пишем в ответ пятнашку. Мы ее и брали с вами за х. Следующая наша с вами задачка. И она тоже не очень сложная. Смотрим. Дана нам гипербола. Давайте вот так. Дана гипербола. Нам нужно найти k и a. Коэффициент мы ищем от точки пересечения асимптот. Нарисовали табуретку. Высота табуретки и есть наша k. Если расположена в первой и третьей четверти, значит, k положительная. Значит, у нас k положительная. И будет 2 деленное на х. А это сдвиг графика по оси у центра асимптот. Вот он. Точка пересечения асимптот. Она сдвинута вниз на три клетчика. Значит, минус 3 нарисовали. И нас просят найти значение х, при котором f от х вот такое несимпатичное. Господи, кто же придумывает такие циферки. Значит, мы это безобразие к этой некрасивой циферке приравниваем. Блин, раздражают меня эти товарищи с кривыми циферками. Ну, что поделать. Хотя, сейчас вот смотрите. Прибавляем сюда троечку и останется 0,04. И тогда у нас получается... Ну, как бы можно нарисовать вот так и по пропорции. Получается, х у нас это 2 деленное на 0,04. 2 деленное на 0,04. Вот так можно записать. Или же переворачиваем вторую дробь. 2 на 100. 200 деленное на 4. Получается 50. Все. Красота. Ох, этот номер станет сейчас... Вернее, его решение станет для многих открытием. Кто брал отсюда производную? Ох, вы же мои солнышки. Самураи мои ненаглядные. Не надо. Посмотрите внимательно. Нас просят наибольшее значение на промежутке. Что мы видим? Здесь есть дробь. А у дроби есть числитель неожиданно, да, и знаменатель. Числитель фиксированный, то есть он вот 70 и все. Мы на него повлиять не можем. А знаменатель мы можем увеличивать, можем уменьшать. Он вариабелен, там х. Вопрос. Чтобы число стало наибольшим, то есть вот эта штука стала наибольшей. Что должно быть со знаменателем? Логично предположить, что он должен стать наименьшим. То есть вот вниз мы его будем толкать старательно, правильно? Будем уменьшать знаменатель. А в знаменателе у нас стоят 2х, 2 в степени х плюс 5 в степени х. Когда вот сумма этих двоих станет наименьшей? Давайте спрошу иначе. Когда вот 2 в степени х станет наименьшим числом? Когда степень наименьшая, правда? То есть когда х – наименьшее число. Наименьший возможный х – это единица. Значит, нам нужно подставить этот наименьший возможный х просто в нашу функцию. И радостно посчитать ответ. Мы 70 будем делить на 7, ответом будет 10. Не ожидали?